Теперь подробно разберем, какие бывают угоны. Угоны автомобилей в своей сложности делятся на две категории. Первая категория – это человеческий фактор. Вторая категория – это механический. Что же такое человеческий фактор при угоне автомобиля? Это с помощью разных уловок и махинаций вытащить или выманить владельца автомобиля из его транспортного средства. Данная механика является за счет того, что она очень проста, поэтому пользуется популярностью у гонщиков. Итак, разберем, какие есть случаи, какие махинации используют угонщики для выроста автомобилей. Мы разберем 5-6 самых популярных случаев, для того, чтобы вы могли избежать этих случаев, если у вас попадает в таком пути. Я сейчас схематически нарисую автомобиль, вид сверху. При данном вида угона обычно используются два человека. Итак, первый случай, который самый распространенный. Первый человек, угонщик, проходя мимо автомобиля, наклеивает какую-то этикетку или бумажку, приклеивает к заднему стеклу. Итак, проходя мимо, он наклеил обычно этикетку какую-то, или жвачку, или обвертку от конфеты. Вот приклеил, побежал дальше. Действие водителя. Он это увидел. Это специально сделано. Обычно еще там стучат в автомобиль, в стекло и так дальше. Так как автомобиль уже заведен, водитель понимает, что убрать эту этикетку секундное дело. Соответственно, он выходит из автомобиля, чтобы ее извлечь. При этом, в 99,9 случаях автомобиль остается заведенным. В момент, когда водитель подошел и убрал данную этикетку, и взлет, здесь в это время заскакивает злоумышленник, садится за руль и угоняет автомобиль. Данная процедура занимает практически несколько секунд. В 30 секунд это можно вложиться. И многие этим пользуются в данном случае. Совет, когда к вам что-то наклеили, что-то сделали, не обращайте на это внимания. Или заглушите данный автомобиль, возьмите ключи с собой. Еще одним распространенным случаем, это когда, здесь я изображу вот так, зеркала. Зеркала заднего вида. Что делают? Тоже злоумышленник проходит или отсюда, или отсюда. И берет нарочно, я сейчас нарисую зеркало заднего вида, вид сверху. Вот так оно происходит. Проходя мимо злоумышленник номер один, отодвигает, сдвигает это зеркало, или закрывает вовнутрь, или наружу. Данные зеркала в этом месте не закреплены. Они имеют, скажем так, или автоматический ход, или, то есть, у них есть люфт для закрытия или открытия. Соответственно, когда он, когда, опять же, автомобиль при этом заведен, да, то есть, они его поджидают, автомобиль заведен, пробегая мимо, он его закрыл или открыл это зеркало. Соответственно, водитель, видя данную ситуацию, ему нужно это исправить. Соответственно, водитель так же сам выходит его поправить. Это зеркало, это тоже занимает несколько секунд, чтобы войти. В это время злоумышленник номер два тоже садится за проем этот автомобиль и уезжает. Это у нас выхлопная труба, или так называемый фаркоп для буксировки. Что делают злоумышленники? Они берут жестяные банки от пива или других напитков и собирают их в такую связку. Вешают с помощью проволоки или на выхлопную трубу, или на фаркоп, крючок, буксировки. И, скажем так, прячут, вот лаз прячут ее по автомобилю. Владелец автомобиля ничего не подозревает и не видя это проходимым, потому что эта конструкция находится под автомобилем. Садясь в автомобиль, заводит его и начинает ехать. Проехав несколько 10-20 метров, он понимает, что сзади автомобиля идет грохот. Понимая то, что у него или пробитое стекло, или какая-то запчасть отпала, или колесо спустилось, каждый автовладелец или водитель останавливается, чтобы посмотреть. То есть, выходит водитель, и чтобы посмотреть, что же там сзади. К 99,9, практически 100% случаев автомобиль остается заведенной. Ситуация та же. В это время злоумышленник один или два запрыгнут автомобиль и уезжает. Это переднее стекло автомобиля. Это у нас дворники. Что делают грабители? Они под дворники засовывают поддельную купюру, сложенную несколько раз. Доллар или так дальше, или гривны. Когда водитель заводит автомобиль, он или обычно прочищает стекло от капель воды и замечает, соответственно, вот эту купюру. Почему ее заметно? Потому что с помощью ее она начнет ездить вместе с дворником. Поэтому чаще всего водитель тоже понимает, что убрать ее несколько секунд. Поэтому оставляет заведенным автомобиль и, соответственно, выходит по этой траектории или назад, но чаще всего вперед, дабы ее убрать. То есть, для этого нужно обойти автомобиль. При этом тоже дверь остается открытой. Главночленник тоже запрыгет за автомобиль, за руль и выезжает. Последнюю ситуацию расскажу. В больших городах, где часто используется частный извоз. Не служба такси, а частный извоз. Где практически подвозят любого пассажира, который поднял руку и голосует. Значит, схематически вот эта дорога, обочина назовем это там, голосуют обычно, обычно это девушки, да, потому что к девушкам больше доверия. Остановился, останавливается автомобиль у обочины, открывается окно, спрашивает вам туда по дороге, да, подвезу и так дальше. Что делает девушка? Она просит водителя, да, водителя положить ее сумку в багаж, да, это на большой чемодан, салон его не положено, она говорит, спрашивает, а можно ли положить его в багаж. Что при этом происходит? Водитель обходит сюда, берет чемодан, возвращается и открывает багажник. При этом дверь оставляет и машину заведенную. В это время девушка не сюда садится, а бегает, за руль вскакивает и уезжает. Ситуации простые, банальные, но тем не менее они составляют порядка 80% угода автомобилей. Я сейчас принципиально не беру во внимание те, скажем так, ситуации, когда во время движения останавливают какую-то якобы аварию, инсценируют или какие-то подкладывают какие-то предметы, или как будто там что-то сбил. Водители мопедов там бросаются под колеса автомобиля или какие-то инсценировки. В данных ситуациях система GPS-мониторинга вместе с GPS-трекером, если он установил автомобиль, поможет по горячим следам найти автомобиль и проследить его траекторию полета. Не исключено, что возможно его в скором времени заглушат или так дальше, но как бывает из практики. Из практики данный автомобиль угоняет не через весь город, а данный угнанный автомобиль обычно оставляют где-то рядом во дворах, рядом в каких-то парковках, рядом, скажем так, с местом угона. Не гонят его через весь город, чтобы не попасть на патрульные полиции. То есть его угоняют недалеко и оставляют в заброшенных дворах, так называемых, отстойных, чтобы он постоял 2-3 дня, не заберет ли, не найдет ли его, скажем так, владелец. Если в данной ситуации установить GPS-трекер, оперативно можно найти данный автомобиль. То есть если сравнить со стоимостью порядка 2,5 тысяч гривен и со стоимостью автомобиля, это как раз небольшие затраты. Переходим в механический фактор. Что такое механический фактор? Это уже подготовленный угон, это использование, как происходит данный механический фактор. Первым этапом разбирается личинка замка автомобиля, откручивается или высверливается, или разбирается, потом с помощью отвертки или других приспособлений открывается автомобиль. Вторым этапом обычно в большинстве случаев установлены так называемые сигнализации пищалки. Следующим этапом угонщику нужно открыть капот багажника и отключить клемму. Третий момент. С помощью поддельных ключей и с помощью поддельных считывателей через обыдоразъемы заводят автомобиль и его угоняют. Основной особенностью данного вида угона является его сложность. Является то, что требует специального оборудования. Это его делают уже более профессионалы, которые уже, у них есть подготовленные ключи под эти виды автомобилей, под конкретные модели даже. У них есть специальное оборудование, которое диагностируют, заглушивают и так далее. Основной особенностью данного угона и основным принципом для угонщика, то, что они должны вложиться в угон не больше 1-2, максимум 3 минуты. Если в данное время они не укладываются, зачастую автомобиль бросается и переходится к другим. Как же, скажем так, как этого избежать и какое оборудование для этого нужно, чтобы, скажем так, избежать угона с помощью механического и человеческого факторов. Итак, поговорим об оборудовании, которое может использоваться в этом случае. Первое. Это наш GPS-модуль или GPS-трекер, который мы уже описывали ранее. Я буду здесь писать приблизительную стоимость, чтобы было понимание. GPS-трекер стоит порядка 3200 гривен. И монтаж, буду рядом писать, в районе 400 гривен, в зависимости от разного региона, стоит монтаж данного. Что дает GPS-трекер и какие функции он выполняет в данном комплекте? Первая основная функция – это контроль автомобиля в режиме реального времени. Вторая функция – это сбор данных со всех датчиков, которые могут, скажем так, быть предустановлены. Данный, скажем так, вид оборудования, он поможет найти по горячим следам автомобиль до его места стоянки. Вторым, самым важным, самым интересным фактором, который используется – это иммобилайзер. Это приблизительно, выглядит он, это небольшое устройство, которое имеет 4, 6 или 8 кнопок. Это так называемый пароль, да, то есть устанавливается в автомобиле и не дает завестись автомобилю без ввода собственному паролю. Если данный пароль не введен, автомобиль не заводится, да, не заводится. И когда собственник автомобиля вышел из него, да, вышел из него и забыл, скажем так, ввести этот пароль, в течение 30 секунд он становится на охрану самостоятельно. Третий пункт – реле блокировки. Так, я забыл указать по иммобилайзеру. Стоимость его порядка 2000 гривен и монтаж где-то порядка от 600 до 700 гривен. Реле блокировки. Реле блокировки подключается к иммобилайзеру и может блокировать разные, скажем так, устройства автомобиля. Некоторые модели иммобилайзера поддерживают до 4-х реле блокировки. Что может блокироваться? Это может блокироваться подача топлива, то есть реле блокируется топливный насос. Может блокироваться зажигание, то есть отсутствие зажигания, может, чтобы автомобиль не заводился. Еще несколько, скажем, на усмотрение, в зависимости от модели, еще несколько видов блокировки. Стоимость реле блокировки есть двух видов. Это проводные и бесконтактные. Приблизительная их стоимость где-то 1900 гривен за один. Монтаж составляет где-то 600 гривен. Четвертый пункт. Четвертый пункт. Это так называемая сирена. Сирена, которая, функция сирены, это когда в автомобиле сели, пытаются завести, но при этом не ввели пароль и издается звуковой сигнал. Отключается сирена путем ввода все-таки правильного пароля и, скажем так, больше на функции отпугивающие делает и привлечение внимания к автомобилю. Сирены есть разного, порядка от 500 до 1000 гривен. Монтаж в среднем 200 гривен. Следующим пятым пунктом это так называемая тревожная кнопка. Тревожная кнопка имеет маленький размер, устанавливается в автомобиль в незаметных местах и подключается к GPS трекеру. Функции тревожной кнопки, когда это используется? Когда угон автомобиля осуществляется с помощью вооруженного ограбления или какой-то нештатной ситуации. То водитель автомобиля может нажать тревожную кнопку и с помощью GPS устройства можно увидеть его точное местонахождение. Данные сигналы могут исходить и приходить к родственникам, в службу охраны, в страховую службу или в службу диспетчерского центра системы мониторинга. Данные, скажем так, 5 пунктов, я их подведу чертой. Стоимость кнопки порядка 200-300 гривен. Ну и монтаж где-то тоже 200 гривен. Данные, скажем, данный функционал, это минимальный, минимальный, который необходим. Что бы я еще рекомендовал как дополнительное, да, дополнительное, скажем так, средство защиты. В принципе, данного набора уже достаточно, да. Но что еще можно, скажем так, порекомендовать дополнение. Я бы порекомендовал два пункта. Он является дополнительным, необязательным, но тем не менее он поможет, добавит еще надежности в вашей охранной системе. Механические средства блокировки. Первое, это блокировка капота автомобиля. В первом случае, в начале разговора я бы перечислял, когда вторым действием гонщику нужно открыть капот автомобиля. В ситуации, не предусмотренной дополнительной блокировкой автомобиля, капот открывается без ключа, просто нажав рычажок внутри автомобиля и капот открывается. Установив, установив данные, скажем так, дополнительную блокировку капота, это нужно уже с помощью дополнительного ключа или дополнительного кода его разблокировать. Капот в автомобиле открывается нечасто, поэтому, скажем, можно эту функцию применить. Есть, давайте я, скажем, объединю два этих пункта. Еще есть блокировка, блокировка коробки передач. Это тоже с помощью ключа блокируется механические коробки передачи и с помощью дополнительного ключа иммобилайзера, соответственно, можно это блокировать. С одной стороны, это неудобно каждый раз, оставляя дополнительный ключ и, скажем так, разблокировать эту коробку. Но, как минимум, оставляя машину на ночь или уезжая куда-то, это можно сделать. Приблизительная стоимость. Значит, есть универсальные блокираторы, а есть под конкретную марку модель автомобиля. Приблизительная стоимость блокировки капота составляет 2700 гривен. Блокировка это универсальный, универсальный в районе 2700, а в зависимости от модели, там уже идет на дорогие модели, доходит до 4000-5000 гривен. Блокировка коробки передач тоже, вот здесь уже непосредственно под каждую модель индивидуально. Стоимость их тоже варьируется от 3000 до 6000 гривен. Применим, подытожим, да, применим данной технологии, данный, скажем так, незамысловатый, недорогой комплект оборудования, даже до этого пункта, да, мы получим надежную защиту, да, в большинстве случаев угона, которые мы перечислили. Поэтому всем рекомендую это делать, потому что это, по сравнению со стоимостью автомобиля, это совсем незначительная сумма. С вами был Алексей Позняков, вы на канале все про GPS-мониторинг компании WUSC. Подписывайтесь на наш канал, если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, пишите вопросы в комментариях. Спасибо.